по сути нового мира который сейчас возникает у нас стране потому что действительно тренд на хоть я сразу скажу да я градостроители занимаюсь развитием больших городов средних городов малых городов до деревни мы еще не дошли но тем не менее это все равно одна из основных мыслей что вообще нужно специалистов начиная с власти вот то о чем тут вот не знаю я не видел кто он говорил что какие какое зонирование какие правила какие регламенты то есть на самом деле конечно мы как специалисты которые работают но по сути мы не от власти работаем работаем сами по себе но тем не менее мы работаем по скажем определенным ну то есть это моя профессия профессия создавать определенные определенные как бы регламенты определенные правила развивать территории и тут конечно всегда должна помогать администрация и в первую очередь помогать людям которые инициативные которые не очень может быть там обложка подходит для этой темы но тем не менее сейчас там покажу то что я хотел сказать поэтому можно пока это не фотографировать вот а значит помогать людям которые развивают территории своими усилиями своими знаниями своей жизнью по сути до возвращая к нам нам к модели действительно более устойчивый тут как бы абсолютно очевидно что город в том понимании в котором сегодня это происходит это бизнес модель которая абсолютно неестественно и над сказать что в общем она скорее такая модель для стран третьего мира который нам было навязано там не знаю 30 лет назад а конечно на самом деле если мы посмотрим на те страны которые ну скажем так являются нами сейчас на другой стороне нашего да не дружественные страны это на самом деле у них все достаточно понятно устроено да там есть проблемы явно с идеологией но не будем сейчас об этом остановимся на градостроительстве да то есть там есть города в которых действительно есть небоскребы да ничего в этом страшного такого нету то есть практически нету стран где не было бы небоскребов вот но в то же время да они очень грамотно четко поставлены они ограничены в своем в своем количестве да и вообще люди живут на земле и живут они конечно в частном секторе да и понятно что все это нужно грамотно спланировать чтобы это не превратилась в субурбию когда проблема невозможно выехать на машине все едут в центр по хайвей на нем стоят то есть там много разных проблем но нам не то что до них далеко но как бы нам надо действительно вот пересмотреть модель как бы развития нашей страны это правда да абсолютно и как можно быстрее уйти от хищнической модели как бы комплексной застройки вообще всего и всями жилыми домами о котором я говорю всегда и везде что в общем это ну абсолютно никуда не годится потому что в дальнейшем это гитаризация территории и так далее вообще много квартирный дом это да они могут быть но это должна быть очень четко продуманная типология она должна стать в продуманном месте ну например на пересечении там внеуличного метро московского центрального диаметра и московского центрального кольца там и так далее для определенной типы людей для молодежи который может и не сразу хотят жить в частном доме где-то далеко вот мы ездили когда вокруг там нью-йорка по частному сектору где кстати нету забора все живут в своих домах и бегают через все это олени вот и дети оттуда как бы уезжают уезжают в города это там еще одна проблема вообще-то настолько много и сложно в никакие пять минут не уложишься но смысл в том что сегодняшняя модель городов 1 она абсолютно неверная да то есть практически всех наших городов конечно же в первую очередь москвы за не следует санкт-петербург и дальше все крупные города и за можно все перечислить там вот и конечно же нужно делать больше индивидуального жилья в городах причем даже в крупных какой-то момент я думаю что и в москве пределах мкада появится и же с звучит это сейчас конечно дико но это будет и и так далее не говоря уже о деревне конечно которая ну там есть разные модели коллеги рассказали как это живет но я не буду углубляться прям совсем деревню деревню где нужно с утра вставать и вечером ложиться занимаясь сельским хозяйством наверное но это другое да мы говорим о том что вот я услышал что люди живут в таких небольших городах рядом с этими городами там это переславль и так далее где-то там свой частный дом да и вот к этой модели мы можем довольно быстро прийти на вот причем там же будут их козы и сельское хозяйство все что угодно вот в том количестве комьюнити но до деревня мне пока ну я знаю у меня друзья живут таких комьюнити но я не знаю как ее организовывать она сама пока живет ей надо помогать ну дорогу туда привести то есть ну скажем есть город строительстве схемы материального планирования простить за выражение да вот и в этой схеме материальное планирование если есть такая деревня не только потому что там кто-то прописан с обычно там прописан один человек вот специально мой друг там айтишник прописался хотя на самом деле мог бы маска никто из комьюнити не прописался он прописался чтобы дорогу туда чистили зимой но такие вещи их должны быть не просто административно там специально прописаться а власти должны знать региона что тут есть комьюнити они здесь живут им надо ну не то же помогать а обязаны они сделать и чистить эту дорогу это то что я хотел коротко сказать да по презентации я очень быстро пробегусь потому что мы не работаем практически в москве мы занимаемся такими городами как обнинск стараемся нарофоминск и более мелкими дарами череповец и так далее стараемся создать среду в которой можно и удобно и комфортно жить хотя здесь тоже есть многоэтажные дома и вот маленький город нарофоминск которым в центре была такая индустриальная зона мы ее за 10 лет по комплексному мастер-плану по сути это генплан поэтому вот это вот небольшая скажем такая среда которая возникла в маленьком городе нарофоминске там с ферменским рынком с набережной и так далее но слава богу что возникла дальше мы перешли к городу череповец он вроде бы большой промышленный но при этом есть там центральная улица и вот я вчера там был как бы мы реконструировали за деньги северстали эту центральную улицу сделали природные ландшафтные парки но смысл не в этом а смысл в том что наверное вот ну вот какие такие кадры и вот последняя картинка на ней остановлюсь и вы знаете вот рядом с ней стоят маленькие домики да и когда немцы еще пленные греки строили дома тоже в череповце есть маленькие домики вот этот и же с в городе без заборов с улицами да и так далее мне очень нравится да то есть понятно что это не деревня этот город я объяснил что но я не могу показать опыт деревни у меня не было меня еще никогда комьюнити не нанимали а мы все таки рай это наша работа да вот кто-то делает столы мы делаем города ну наверное когда-то дойдет что нас пригласит камень скажешь как вот нам тут жить как нам организовать но для этого им нужны средства они должны поэтому но вырасти им надо помогать начиная с финансирования бизнес и тогда в общем этот такой целый комплекс но тем не менее вот уже сейчас можно и нужно жить в этих городах уже сейчас это вот вознесенский проспект он идет к храму да вот мы его это реализация мы в двадцать третьем году комплексно реконструировали сделали линейные сады я там лично посадился эти значит расставил эти деревья потому что там сети потому что нельзя ничего сажать в общем это все бесконечно можно рассказывать но смысл в том что дальше надо делать следующие шаги и следующие надо людей запускать туда то сейчас эти дома часто пустую там какие-то офисы у нас была программа всех в мкд страшное слово в мкд и эта программа которая началась но наверное скажем 100 лет назад да то есть довольно долго она уже работает вот сегодня и надо пересмотреть потому что сегодня уже этим кд и как уже говорил имеют гротескный характер то есть то что дело с советском союзе это было но практически я не знаю рай на земле да то есть вот те дома аккуратные пятиэтажки которые в зелени с минимальной плотности ставили но никакого сравнения с этими человениками уже в принципе не идут но по моему это всем очевидно это надо быть уже совсем ну как бы чтобы говорить нет вот человеники там это замечательно там давайте вырубим все деревья и поставим эти дома вот ну как бы понятно что это чисто бизнес и как бы ну в будущем он будет деградировать то есть но есть места в городе где настроить небоскребы но об этом мы говорить не будем в москве в крупных городах но не надо в череповце да наверное это делать хотя мы там предлагали в одном месте вот но то есть просто я хочу сказать что это все комплексный подход не надо тех кто говорит небоскреб сразу там меня знаете иногда а вот он значит там гипер там нет я пытаюсь все это уравновесить сделать так что были такие ту же сложности да но сложность очень большая но опираться надо на вот на этих людей которые сегодня в зале которые уже делают я не говорю про себя то что я тоже как меня тоже можно опираться тоже что-то делаю вот и не надо нас за это ругать потому что но общество вообще сегодня очень сложная да а ну как насчет тебя ругать у нас не очень много ругает но бывает остается и за это что там снег не убрали кто виноват я почему я виноват что там снег не убрать непонятно ладно вот но смысл в том что да давайте в деревне в деревне будем жить и власти надо объяснить властям как бы до региона вот стратегические мастер-планы на которые они может быть будут сейчас по посланию президента разрабатывать они даже затрагивать так называемые агломерации агломерации это не развитие мкд агломерации это те самые вот мини комьюнити которые вокруг этих городов живут их надо учесть понять да сделать им дороги сети инфраструктуру вот закончу я на инфраструктуре потому что да люди сами построить себе дом но и очень сложно построить его в поле нужно сделать туда социальную инженерную транспортную инфраструктуру и у нас начался не да не справились но это все равно понимаете но нет нет ну не тема что наверно хотелось бы чтобы да это все они энтузиасты но я то я тоже справляюсь но вопреки всему но это понимаете на страна держится на героях это конечно хорошо это прям супер но все таки давайте мы будем героем помогать который звать деревню все спасибо 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 спасибо